Ну что, дорогие друзья, вы могли заметить новый видос. Ост из халфы в спидапе. Он являлся таким скрытым анонсом новой рубрики «Наука для зумеров». Если вы думаете, что я пришел сюда только деградировать и нести всякую дичь в народной массы, как завещал себе я сам, то... Ну, блядь, вы абсолютно правы. Однако, нужно все-таки это чем-то разбавлять. Я знаю, что некоторые подписались на мой канал из-за шизо-сторисов, и не волнуйтесь, они тоже будут. Следующий у нас будет про казанского стрелка. Как меня многие просили в комментариях. Что же касается этой рубрики, то этот выпуск пилотный, и, если честно, не такого прекрасного качества, как мне хотелось бы. Ибо у меня на данный момент нету аниматора, а моих скиллов пока что недостаточно. Но в будущем, конечно же, мы это исправим. А также это будет, наверное, наименее интересный выпуск из всех, так как мы будем работать с самого начала самых базовых вещей и до конца, до наиболее интересных, спекулятивных, и загадочных тем. Кто я вообще такой, чтобы говорить про такие вещи? Well, я сам изучаю эту тему достаточно обширно и хорошо знаком с этой тематикой. Многие научпоперы, например, дают либо преувеличенную информацию, либо не совсем точную. Вокруг той же квантовой механики, например, витает очень много мифов. Это мы будем тоже исправлять. Так что кадры декуны и анти-декуны, если у вас здесь выход на кого-нибудь Диму Побединского, всё, пишите, что в ютабах тут такой научпопер появился, а деду всё, пора на пенсию. Но сейчас не буду вас задерживать. Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok Европа 17 века. Население уже около 100 лет свободное диктатор религий, что даёт возможность дохера умным чувакам задаваться вопросами о большом мире. Несмотря на то, что большинство населения всё ещё неграмотно и не думает ни о чём, кроме того, какой урожай принесёт в сезон, существует небольшая каста людей. Это те самые дохера умные чуваки, также известные как знатия аристократия, которая обучена письменности и математике больше, чем на самом базовом уровне. Алхимики безуспешно пытались обратить свинец в золото. Знахари найти эликсер молодости, который позволял бы оставаться зумером вечно. На данный момент секрет, как всегда, оставаться молодым подростком является известен лишь одному человеку. Тем временем астрономы задавались вопросами о том, как же устроен мир. В это время считается, что у космоса нет конца и края, и он вечен. Однако некоторые из них видят в этом парадокс, о котором вы можете даже и не подумать. Называется он фотометрический парадокс или парадокс Олберса. Если космос бесконечен во времени, в прошлом и будущем, а также не имеет конца и края, то почему же тогда всё небо не усеяно звёздами, и они видны только в определённых местах? Почему есть абсолютно тёмные участки неба? Ведь подумайте, они случайным образом, как тогда думали, раскинуты по пространству, по всему космосу, то в бесконечном пространстве, куда ни ткни, обязательно через какое-то время наткнёшься на какую-нибудь звезду. Если они просто случайно раскинуты, без всякой структуры и формы. Может быть, у него всё-таки есть границы? А может быть, какое-то божество создало мир какое-то время назад? Однако скорость света всё-таки не бесконечная, и с момента создания Вселенной свету не хватило достаточно времени, чтобы долететь до нас. Если с проверкой первого были определённые проблемы, то вот второе, а именно скорость света, было вполне реально проверить. Этим и решил заняться итальянский дед, астроном и просто хороший человек, Галилео Галилей. Как они договорились, есть два стула. Окей, наебал я вас. Есть два холма, расстояние между ними они измерили. Ну и сам план был таков. Один из них открывает заслонку на своём фонаре, а второй должен был сделать то же самое, когда увидит свет первого фонаря. К сожалению для него, задержку он не обнаружил. Зато в это время это удаётся сделать одному чуваку из Дании, по имени Але Рёмер. Он решает, что ему нечем заняться в жизни, и решает измерить скорость света. Таким образом, у Юпитера есть спутник, что-то вроде нашей Луны, Ио. Этот спутник совершает полный оборот вокруг Юпитера примерно за 42,5 земных часов, что было уже тогда известно. Кроме того, он как и Юпитер, находится почти на одной плоскости, что и Земля с Солнцем. Что означает следующее. Временами случается затмение Ио, когда он уходит в тень Юпитера. Он обнаружил, что когда Юпитер и собственно его спутник ближе к Земле, то затмения случаются с меньшей задержкой, а когда дальше, то с большей. Из этого он рассчитал, что скорость света равна примерно 220 тысячам километров в секунду, что примерно на четверть ниже современных расчётов. Но тем не менее, что это меняет в большой перспективе? А, ничего, потому что за бесконечность времени свет успел бы дойти до Земли с бесконечно далёких уголков космоса, даже с конечной скоростью. Однако конечность скорости света и его поведения в будущем будет важной зацепкой, с помощью которой Эйнштейн откроет свою теорию относительности. Но до этого нам ещё далеко. А пока вернёмся к Галилею. Несмотря на то, что ему таки не удалось измерить скорость света, он сформулировал важную идею, называемую галилеевской относительностью. Смотрите, в чём прикол. Представьте, что вы плывёте на корабле по морю. Галилей заметил, что, в принципе, если убрать ветер, двигаться с постоянной скоростью без раскачивания и убрать наше понимание движений с повседневной жизни, когда мы на интуитивном уровне понимаем и делаем выводы о том, какой объект стоит, а какой находится в движении, то в таком случае становится почти невозможно различить, двигается ли сам корабль или же море вокруг него. Следственно, с точки зрения какой-то определённой точки в море, также становится не совсем понятно, движется ли сама точка или корабль, на котором мы находимся. Из этого можно сделать, в принципе, вывод, что понятие скорости – это понятие относительное, потому что с точки зрения моря это корабль находится в движении, а оно стоит. А с точки зрения же самого корабля это он стоит, а движется только море. Чтобы понять, что это означает на практике, представьте, что вы оказались в великой необъятной России, где-то, как сейчас говорят, в ебенях. Вы видите мужика с завода, который идёт на этот самый завод со скоростью полтора метра в секунду. В это время возле него пробегает школьник, который спешит на вписон. Так как школьник хочет попасть на топ-хату быстрее, чем бедный мужик хочет попасть на завод, то и скорость у школьника выше – около пяти метров в секунду. Но так это выглядит с точки зрения каких-то гопарей, которые, не двигаясь, сидят на лавочке и потягивают пивко. Скорость – это векторная величина, а векторная величина – это значит, что у этой характеристики есть определённое направление. Ну, например, температура – это скалярная величина. Какое направление может быть у температуры? Единственное исключение разве что – это, например, антиваксер, который заразился ковидом. У него температура действительно может привести его ближе по направлению к ближайшему кладбищу. Ну, в общем, вернёмся к скоростям. Как было сказано ранее, оно имеет направление. В знакомом мире оно имеет три направления, ну или три измерения. То, что мы подразумеваем под X, Y и Z. То есть вперёд, назад, влево, вправо, вверх, вниз. Есть ещё время, но об этом мы поговорим, когда дойдём до теории относительности Эйнштейна. Но для простоты мы представим только движение в одном измерении – влево или вправо. Представим, что завод бедного мужика и тупхата школьника находятся в абсолютно одинаковом направлении, например. Просто одно из этих мест находится дальше. Как было сказано ранее, с точки зрения сидящих челов на лавочке, скорость школьника равна 5 метрам в секунду. А скорость мужика – 1,5 метра в секунду. Однако, как это видит, например, школьник? В нашем случае положительная скорость будет означать движение вперёд, а отрицательное движение назад. С точки зрения школьника, например, он сам не движется. Это та хата приближается к нему со скоростью 5 метров в секунду. А вот мужик отдаляется со скоростью в 3,5 метра в секунду. С точки зрения шкилы, скорость работяги равна минус 3,5 метра в секунду. Ведь они двигаются в абсолютно разном направлении. Просто он на 3,5 метра быстрее, чем мужик. Надеюсь, с этим понятно. Тем временем, в самом конце 1642 года в английской деревне рождается Исаак Ньютон. В 1661 он поступает на вышку в Кембридж, но уже спустя 4 года из-за пандемии чумы его универ закрывают. К счастью для молодого человека, ютубчика и современного русского рэпа не существовало, и он решает на карантине заняться наукой. В отличие от учёных будущего, таких как Эйнштейн, Бор и Шрёдингер, в это время не существует никаких конкретных математических описаний процессов, которые происходят в реальном мире, кроме отдельных идей Галилея и Кеплера. Главная сложность заключалась в том, что в реальном мире все процессы являются непрерывными. Например, Луна двигается постоянно, без какой-то задержки. Объекты почти никогда не движутся с постоянной скоростью, а с меняющейся. После долгих раздумий, он изобретает способ математически описывать процессы, в которых характеристики являются не постоянными, а меняющимися. Эта фигня называется математический анализ. Так что именно он обрыл вас на страдания, дорогие студенты, которые меня смотрят. Ну так вот, используя идею Галилеевской относительности, он выводит, что так как объекты с постоянной, не меняющейся скоростью, не чувствуют, что они вообще двигаются, а с их точки зрения они стоят на месте, и это мир вокруг них находится в движении, то и вести себя они будут так же, как и стоящие объекты со скоростью равной нулю. То есть просто постоянно быть без изменения своей скорости. Так был выведен первый закон Ньютона, который гласит, что любое материальное тело будет сохранять свою скорость до тех пор, пока какое-то воздействие не заставит его изменить это состояние. На Земле в 99% случаев мы такого не наблюдаем, именно потому, что существует атмосфера, воздух, и молекулы этого воздуха, врезаясь от тела или корабль, медленно меняют его скорость. Но на самом фундаментальном уровне так оно и работает. Именно поэтому максимально гладкие объекты могут очень долго катиться по максимально гладким поверхностям. Теперь второе наблюдение. Чтобы сдвинуть объект с места, нужно его толкнуть, хорошенечко применив силу. Причем более массивным объектом сдвинуть что-то легче, даже при одинаковых усилиях. А если он попытается спихнуть с собой что-то, применив еще больше силы в сторону этого объекта, то ему это будет еще легче. Наблюдая то, на какую величину объекты меняют свое положение, в зависимости от приложенных усилий и массивности объекта, который применяет силу, он вывел в свой второй закон F равно MA. Это читается так. Сила объекта равно его массе, умноженной на ускорение. А иначе, какую силу тело прикладывает в попытке изменить положение другого объекта. Существует также третий закон, но он для этой темы не совсем релевантен. Так что его мы пропустим на данный момент. Используя свой второй и третий законы, он позже опишет гравитацию, тем самым открыв свой закон гравитации, который считался главной теорией, описывающей мир на больших масштабах, в том числе и вселенную, до того, как ее заменила общая теория относительности Эйнштейна. Но об этом мы поговорим в следующем выпуске. Что касается мира очень маленьких масштабов, в это время о нем почти ничего не известно, потому что не было технологий и приборов, и поэтому люди работали, с чем есть. Про эти две сферы будут вероятнее всего отдельные видосы, которые, начиная со второго, будут чередоваться. Все потому, что они развивались как бы отдельно. Почему? Ну посмотрите. Гравитация, пространство, это все про очень большие вещи, где индивидуальные частицы не имеют никакого ощутимого эффекта, если их только не огромное количество. А в мире маленьких частиц, знакомые нам в повседневной жизни явления, также не имеют никакого эффекта. Ну вот, например, гравитация зависит от массы. Масса одной частички и человека имеет примерно такую же разницу, как и масса человека с массой целой галактики. Поэтому, пока одни изучали мир больших, как ЧСВ твоей классухи вещей, другие пытались наблюдать за тем, как ведут себя вещи маленькие. Однако, это стало возможным только в конце 18 века, когда появились технологии, которые сделали это возможным. А пока, на этом первый пилотный выпуск подходит к концу. Понравилось видео? Хочешь больше подобного контента? Подписывайся на канал и помогай продвигать шизу дику нит в народной массе. Особо дикие могут поддержать канал на Patreon или Boosty. Также напоминаю, что у нас есть Telegram с самыми последними апдейтами и Discord, где мы можем собраться и вместе поиграть во что-нибудь. Субтитры подогнал «Симон»